На майские праздники сплавщики стремятся пройти по только что вскрывшимся рекам в период высокой воды. Но даже на хорошо знакомом маршруте за год может измениться многое. События на реке Вильва в 2009 году это доказали. Тогда при прохождении искусственного порога, образовавшегося в результате ремонта газопровода, погибли 10 человек. Подобный ремонт зимой был проведен на другом газопроводе, но уже на реке Чусовой, в нескольких километрах выше Чусового. Камень-гребешок, так называемый, выше его 800 метров проходит газопровод и ниже 200 метров еще одна ветка газопровода. Этой зимой обслуживающие организации произвели переукладку защитных матов над трубой. И как поведет себя река и какой будет слив на большой воде весенней, пока прогнозировать трудно. Второе техногенное препятствие появилось на реке Вильва. С автомобильного моста на трассе между Чусовым и Горнозаводском две недели назад упал грузовик. Машина затонула во втором пролете справа по течению реки. Уровень воды сейчас там опустился и грузовик может представлять опасность для сплавщиков. Шесть дней назад, когда проводились работы по извлечению погибшего там водителя, автомобиль уже был открыт и при проведении работ непосредственно спасатели прорвали свою лодку и уже сами спасались, мягко скажем. Но все без происшествия. Так что туристам следует избегать данного препятствия. Спасатели напоминают, перед походом необходимо зарегистрировать свой маршрут. Если в установленное время группа не выйдет на связь, оперативные службы отправятся на помощь, заранее зная район поисков. В регистрации группы с описанием маршрута, количество участников, какие суда идут и какие планы в сроке прохождения, нужно в Пермской краевой службе спасения по телефону 2-183-555. Прошлой весной у спасателей зарегистрировались порядка 500 групп. На сегодняшний день о своих планах сообщили только 35. Антон Шибанов, Александр Аксенов, Телевизионная служба новостей.